Почта России сократила Срок хранения посылок до 15 дней И мы как потребители чувствуем Некоторое беспокойство Дождутся ли наши посылки И вообще с чем связано такое решение Действительно Почта России с 1 июня 2018 года Сократила срок хранения посылок В почтовых отделениях с 30 дней до 15 С чем связано это решение Ну во-первых с объемом пересылки Который постоянно растет Только за 2017 год Почта России Чувашия Выдала своим клиентам Около 700 тысяч посылок 50 тысяч экспресс отправлений Более 3 миллионов мелких пакетов международных И у нас есть статистика По которой 90% наших клиентов Получают свои отправления В первую неделю После того как отправление получено В отделении почтовой связи Если посылка хранится в отделении Больше двух недель Это практически всегда возврат В то же время Почта России провела большую подготовительную работу Перед тем как это новшество Внедрить на сети Были внедрены у нас на сети Новые онлайн сервисы Это во-первых наш официальный сайт Почта России На котором вы можете всегда отследить Любое регистрированное почтовое отправление Также у нас есть очень удобное Мобильное приложение Абсолютно бесплатное Его тоже каждый может скачать себе на телефон И им очень удобно пользоваться И конечно же телефон горячей линии По которому вы тоже можете узнать Где находится ваше отправление Телефон горячей линии 8 800 2005 888 И самое главное Для наших клиентов Мы оставили возможность Этот срок хранения Увеличить до двух месяцев По заявлению Это платная услуга или бесплатная? Да, действительно Заявление нужно подать платно Но стоимость этого заявления 40 рублей Поэтому для двух месяцев Я не думаю, что это очень Большая сумма весомая То есть а сама посылка хранится За хранение вы не берете? За хранение То есть это своеобразный такой сбор Пошлино Конечно Это только за заявление За хранение мы не берем Причем заявление может подать Как отправитель, так и получатель Ну это я так понимаю Что далеко не единственное нововведение Потому что в каждом регионе Как-то вот стараются Не знаю Ну оптимизировать свою работу Пойти навстречу потребителям Вот в Нижнем Новгороде Например И в Москве Мы слышали о том Что посылки будут выдавать Без паспорта Как вообще такое возможно? Ну на самом деле Такой сервис действительно Уже работает во всех городах Миллионников И я вам открою секрет Мы начали тестирование Этого сервиса У нас Чувашия Сейчас готовится техническая часть До миллиона дожидаться не будем? Нет, не будем Буквально на днях он стартует Как только мы обучим персонал И у нас все будет готово Любой житель Чувашия Сможет воспользоваться этим сервисом Возникает вопрос Какой? Вдруг мою посылку отдадут кому-то другому Нет, это не исключено Потому что Выдача происходит После предварительной Регистрации заявления И приходит на телефон клиента После предъявления паспорта Уникальный код По которому можно Все понятно Единственное, что хочется отметить После того, как первый раз Будет зарегистрировано это заявление И вы получите этот персональный код Вы можете передать этот код Любому своему родственнику Либо другому лицу И по этому коду Получить любое ваше отправление Может То есть элемент страховки Это вот как раз код Конечно, конечно Этот код не будет знать Почтовый работник Но он будет доступен вам И вы можете его передать Даже если вы будете где-то в отъезде Этим кодом Действительно По вашему По вашей просьбе Если вы его передадите Может воспользоваться Кто-то из ваших родственников Это удобно Екатерина Вы сказали о том Что у нас увеличилось Количество всевозможных посылок Покупок через интернет В том числе И вот чувашские интернет-магазины Работают, видимо Все-таки с большей нагрузкой А что именно они отправляют? Ну я могу говорить Только про те объемы отправлений Которые проходят Через почту России И самые крупные наши клиенты Они работают в основном В двух сегментах Это текстиль И это косметика Но мы сотрудничаем С рядом очень интересных компаний Которые занимаются Производством валенок И другой продукции Из вяленой шерсти У них, кстати, очень серьезный экспортный объем Он постоянно растет И что хотелось бы отметить Почта России стала интересна клиентам И если 4 года назад На рынке e-commerce Доля почты России составляла всего 39% То на данный момент Это доля 67% Как нам это удалось? Судя по всему Это не предел Это не предел Далеко не предел Потому что мы постоянно сокращаем стройки Мы постоянно работаем над тем Чтобы улучшить наш сервис И мы для юридических лиц Предлагаем новые тарифы Буквально на днях Мы ждем старта Новые услуги Уникальные Расширение географии Посылка онлайн Что такое посылка онлайн? Это продукт, который разработан Специально для интернет-магазинов И это отправление С фиксированным весом До 5 килограмм С фиксированной суммой оплаты В 170 городов Российской Федерации Причем это все большие города Все отправления принимаются портионно И только в отделении почтовой связи Которая находится на сортировочных узлах Поэтому все отправления После обработки Идут сразу на сеть Более того, на сети Эти отправления обрабатываются В приоритетном порядке Поэтому Почта России Именно по этому виду отправлений Гарантирует Установленные сроки Контрольные пересылки Причем они ниже рыночных И очень низкую стоимость Атрификации Ну это как, допустим, в советское время Было просто письмо и авиа Да, это практически будет Авиа, пересылка Но пересылка Скажем так По совершенно другому тарифу Если обычно Премиум услуги у нас дороже И самые быстрые услуги Всегда дороже В данном случае Они будут наоборот Дешевле И если мы Обычное отправление Тарифицируем практически Каждый последующий килограмм В данном случае У нас фиксированный тариф Для всех отправлений Весом до 5 килограмм Это будет очень удобно Интернет-магазинам И легко будет рассчитать Такую услугу Как бесплатная доставка Они четко могут Просчитать свои Транспортные расходы И надеемся Что это позволит Расширить им свой бизнес Екатерина Ну и один из самых Таких больных вопросов Очень часто Возникает Время Приходит информация О том Что люди Сталкиваются С мошенничеством Именно при пересылках Почтовых пересылках В частности В заказанных Каких-то товарах Приходят Куски мыла Вместо сотовых телефонов Еще какие-то вещи Совершенно ненужные Неприятные Вот Как можно Избежать Этих неприятностей Что для этого Можно сделать Обнадежьте нас Ну мне хотелось бы Конечно Вас очень обнадежить Действительно Рынок коммерческой Пересылки растет И онлайн торговля Она конечно развивается И будет развиваться И у нас Все законы В принципе Уже разработаны И они действительно Работают для того Чтобы у нас Потребитель был защищен Но Как бы не банально Это звучало Я рекомендую В первую очередь Обратить внимание На отзывы По интернет-магазину Когда вы делаете Свои покупки И второе На что бы я Обратила обязательно Свое внимание Это на наличие Наложенного платежа Либо на другой Способ оплаты При доставке Потому что Обычно Скажем так Недобросовестные Интернет-магазины Не работают С таким типом Оплаты Они берут Предоплату Конечно Конечно И вот мне хотелось бы Все-таки рассказать Каким образом Почта России Все-таки Старается Обезопасить И покупателя И продавца Каким образом Она обеспечивает Скажем так Сохранность И безопасность Пересылки Как происходит Прием Посылки В отделении Почтовой связи Когда она К нам Приехала Первое Что делает Оператор При приеме Проверяет Посылку По трем Параметрам Первое Это Сохранение Целостность Упаковки Проверяется Не поврежден Ли скотч Фирменный Скотч Почты России Которым Оклеятся Все стыки И все Боковые швы И вообще Все швы На посылке И третье Что проверяется В обязательном Порядке Это вес Отправления Если Хотя бы Один Параметр Не соответствует То Обязательно Вместе С начальником Оператор Оформляет Акт И тогда Перед Получателем Скажем так Стоит Выбор Либо он Получает отправление Может получить Отправление А потом Вскрыть В присутствии Сотрудников отделения Причем Начальник отделения Может тоже Поставить Подпись В акте О том Что при вскрытии Этого отправления Было В отправлении Находились Такие-то Такие-то Вложения И этого Будет Достаточно Для дальнейшего Судебного Разбирательства Или Второй выбор Эта посылка Отправляется Обратно Отправителю Причем Все затраты По этой обратной Отправке Несет Отправитель Поэтому Интернет-магазин За это платят И недобросовестные Интернет-магазины Еще раз повторяю Не работают С наложенным платежом Все понятно Ну что ж Спасибо вам большое А я напомню Что сегодня Нашей собеседницей Была Заместитель директора Чувашского филиала Почты России Екатерина Петрова Спасибо за внимание Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин